Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Коэльо Нетто. Слепая. Выбеленная, крытая соломой хижина, одиноко стоявшая на возвышенности, весело выглядывала из густой блестящей на солнце листвы двух раскидистых кофейных деревьев. В огороде, визжая и похвыкивая, копались поросята. Амбар, скрытым железом-навесом, был сплошь заставлен недавно скушенным просом. У ручной мельницы с деревянными жерновами валялся перемолотый и уже высохший сахарный тростник. Вернее, все то, что от него осталось. В углу просторного двора, под ветвями старого мангового дерева, дымилась глиняная печка. В разные стороны от хижины разбегались извилистые тропинки. Одни из них вели к плантации маниока, в огород, к ручью. Другие круто взбегали на гору, откуда по ночам на плантацию забирались пестрые кролики и броненосцы, где на заре жалобно пищали намбу и пронзительно кричали куропатки. Узкая дорожка спускалась и к болотистой рисовой плантации, окаемленной лилиями, стыдливо поднимавшими из взрыхленной сырой земли свои белые ароматные головки. Широкая, прямая, чисто выметенная аллея, окаемленная апельсинными и лимонными деревьями, высаженными по ее сторонам, устремлялась от дома и выходила на проезжий тракт, упираясь в колючую изгородь, словно пограничным рубежом окружавшую усадьбу. Внизу, в узком ущелье, у подножья холма, прыгая по обломкам скал, поросших камышом и нежными папоротниками, поминутно взлетая тонкими брызгами пенистых водопадов, шумела река. Широкий волнистый простор с холмами и долинами, зеленевшими ровным матовым бархатом всех оттенков, раскинулся на ослепительном солнце, вплоть до лазурно-синей линии гор, всегда окутанных мглистой дымкой и острыми неправильными гребнями своими, замыкавших горизонт. Разбросанные на лугах стада казались крошечными, словно выточенными из камня игрушками. Местами окруженные плантациями белели хижины, и светлые ленты ручьев и рек прерывали однообразие безбрежных зеленых полей. В одинокой хижине жили Анна Роза и Фелисинья, мать и дочь. Анна Роза — красивая стройная мулатка с кожей цвета корицы. В дни своей юности Анна Роза свела с ума ни одного парня, несмотря на тяжкую болезнь, которая проявлялась у нее иногда совершенно неожиданно. В ее приступе она падала, как мертвая, с пеной у рта, закатив глаза и билась в судорогах, но, несмотря на этот недуг, тот, кто хотя бы раз, хотя бы мельком не взглянул на ее крошечный алый ротик с белыми, как апельсинный цвет, зубами, на ее большие чудесные глаза, на длинные черные и блестящие косы, тот надолго лишался покоя. И потому все удивились и даже возмутились, когда избранником ее оказался Симао Кабиуна, некрасивый, черный, как сапог, пастух. Он жил со своими стадами в горах и лишь изредка показывался в долине. Зато никто лучше него не умел укращать диких коней и так ловко забрасывать лассо, как он. На свои скромные сбережения Кабиуна купил небольшой участок земли у реки, сам расчистил росший на нем лес, построил хижину и поселился в ней вдвоем с Анной Розой. С тех пор и Анна Роза, как и он сам, стала показываться в долине только по большим праздникам. Они жили совсем уединенно в своем горном уголке, если бы не роскошная ухоженная плантация, никто бы и не подумал, что там живут люди. Однажды Симао Кабиуна в тележке, запряженной мулом, галопом примчался в поселок прямо к двери Ньябемвинды и тот же час с такой уже поспешностью отправился с ней обратно. «Анна Роза захворала», — перешептывались люди, видевшие Симао со знахаркой. Но на следующий день, когда старуха вернулась в поселок, все узнали, что у Анны Розы родилась дочь. А знахарка рассыпалась в похвалах Кабиуне и его жене. «Всего-то у них вдоволи, птицы и салы и солонины», — рассказывала она. «А какая чистота! Простыни на кровати, словно свежий хлопок. У служанки мулатки сорочка с кружевной прошивкой в ладонь шириной. Все-то у них удобно и аккуратно, вплоть до люльки, сплетенные из камыша самим Кабиуной». В первые дни после рождения ребенка Кабиуна почти не выходил из дома. Только утром выпустит скот, а к вечеру загонит его. Домашние работы справляла старая негритянка, а счастливый отец возился с новорожденной, не помня себя от гордой радости. Даже плач малютки вызывал в нем восторг, потому что указывал, что девочка крепкая и здоровая, и из нее, наверное, выйдет толк. Так побежали дни. Наполняя дом радостью, а сердца его обитателей — теплом и любовью. Но вот люди, видевшие в поселке Симао, тревожно заговорили. Анна Роза захворала. И действительно, постепенно слухи о ее болезни начали подтверждаться. И вот как все началось. Никто не забудет страшную бурю с грозой и ливнем, которая обрушилась на эти места в те дни. Молния зловещим блеском озаряла внутренность хижины. Деревья, силой потрясаемые вихрем, наполняли мрак жутким гулом. Оглушительные удары грома, удесетеренные горным эхом, гремели без перерыва. Вздувшаяся и пубревшая река с ревом мчалась по долине, подмывая берега и увлекая в стремительном беге, вырванной с корнями манек. В отверстие стены крыши со свистом дул ветер, и временами его порывы были столь сильны, что хижина содрогалась, как во время землетрясения. Дрожа от страха и торопливо крестясь всякий раз, как синеватый свет молнии пронизывал комнату, Анна Роза молилась. Она не отпускала от кровати мужа и крепко прижимала к груди ребенка, словно желая защитить его от разбушевавшейся стихии. Буря утихла так же внезапно, как и наступила. Однако еще два дня, словно смывая следы произошедшего, лил холодный, совсем зимний дождь. Припасов в доме было достаточно. Кабиона заткнул щели просиной соломой и развел в соседней комнате огонь. Изредка он отворял дверь и с унынием поглядывал на свои посадки и посевы, опустошенные непогодой, но потом, покорно поводя плечами, шел к жене. «Ну что ж, несколькими мерами пшена больше или меньше, не все ли равно? Зато земля наберет силы», — говорил он. И он присаживался на корточках возле люльки и принимался разговаривать с дочкой, стараясь смягчить свой грубый голос. И хохотал, смотря на ее невинные глазки, стрепетавшими, как крылья мотыльков, длиннющими ресницами. Он говорил с ней часами, рассказывая разные небылицы, робко протягивая к ней свои натруженные руки и целуя маленькие ручки, цепко сжимавшие время от времени его палец. Анна Роза, беспокоясь, что он не даст спать ребенку, вынимала девочку из люльки, клала рядом с собой и убаюкивала. На третий день после грозы Анна Роза проснулась от сильной боли в висках и глазах и с тяжелой головой. Боль не прошла и днем, а лишь усилилась. Да так, что Анна Роза стонала на весь дом и крепко сжимала руками голову, мучимую невыносимой болью, ей казалось, что она вот-вот разорвется. И вновь Кобиуна запряг мула и помчался за знахаркой. Едва подойдя к постели больной, старуха увидела, что дело плохо. Молоко бросилось Анне Розе в голову. И скинув на стул шаль, знахарка побежала на поле за травами, велев впредь кормить девочку коровьим молоком. Ощущение беды, принесенной бурей и проникшей через одну из щелей в уютный дом Анны Розы, постепенно охватило всех. Негритянка растерянно кипятила воду, шепча молитвы и заклинания. Кобиуна, не в силах помочь, мучимый недугом жене, в слезах пошел доить корову. Пронзительные, отчаянные стоны Анны Розы раздирали ему душу. Знахарка приложила Анне Розе к ногам горячие припарки, напоила отваром мелиссы с медом и хорошенько закутала. Агония длилась всю ночь. Анна Роза сильно вспотела, боль уменьшилась, и на заре она заснула. Проснувшись, она пожаловалась на сильный шум в ушах и темноту. «Я даже люльку не вижу, до того тут темно. Зажгите хоть свечку». «Лампадка горит», — сказала служанка. «Я только что подлила в нее масло». Но Анна Роза сердилась и спорила с негритянкой, пока знахарка, спавшая на циновке, не проснулась от шума. «Что случилось?» «Успокойтесь, вам нельзя так волноваться, Анна Роза». Анна Роза пожаловалась и ей на темноту, и на то, что служанка ее обманывает, уверяя, будто зажгла лампадку. «Да что вы, милая, она и вправду зажжена». «Вы, верно, еще не совсем проснулись, а то вы бы увидели свет». «Какой свет? Ньябемвинда». «Да от лампадки у Божьей Матери». «Я ее не вижу». Знахарка уперлась обеими руками в пол, с трудом приподнялась и подошла к постели. «Так вы в самом деле не видите огня?» «Нет, я ничего не вижу. Ньябемвинда». «Все вокруг темно. И около Божьей Матери тоже темно». «Подождите-ка минутку». Старуха сняла стаканчик с касторовым маслом, в котором мерцал огонек, и поднесла его к Анне Розе, говоря с упреком. «Ну что же, моя милая, вы и теперь будете утверждать, что ничего не видите?» «Конечно, я ничего, абсолютно ничего не вижу». Служанка стояла, боясь пошевелиться, и смотрела на нее с немым ужасом. Когда Анна Роза несколько успокоилась, старуха медленно повернулась и поставила лампадку на прежнее место. «Неужто, милая, вы действительно ничего не видите?» Снова повторила она. «Я же вам уже сказала об этом, и не раз, не я, Бемвинда. К чему мне лгать? Я ведь не маленькая. Что это со мной в самом деле?» Анна Роза сердито отбросила одеяло и повернулась к стене. Знахарка вышла в другую комнату и, качая головой, шепнула поспешившей за нею негритянке. «Это плохой признак. С Анной Розой неблагополучно. Вот видите. Дай бог, чтобы с ней не случилось беды». И, приставив к колбу указательный палец, она закончила. «У нее неладно тут. Такие случаи бывают часто». Кабиуна как раз возвращался с плантации с настреленными горлинками. Знахарка поспешила ему навстречу и сообщила о своих опасениях. Он смотрел на нее, вытаращив глаза и почти не понимая смысла тех слов, что она говорит. «Больна? Анна Роза больна?» — повторял он. Потом побежал в дом, поставил в углу ружье и уже хотел пойти к жене, когда негритянка шепнула ему. «Она заснула». Но мулатка, услышав шепот служанки, раздраженно крикнула. «Я вовсе не сплю. Это ты, Кабиуна?» «Я, милая». Она быстро повернулась и обняла его. «Кабиуна, я хочу видеть свою дочь, и они мне не дают». Кабиуна поднес к ней девочку. «Смотри, голубка, вот она, вот твоя дочурка, и глазки у нее открыты». Анна Роза села на кровати, прислонившись к подушкам, и протянула руки, чтобы взять ребенка. «Как тут темно. Который час?» «Скоро полдень. Как темно. Открой ставни». Кабиуна осторожно растворил ставни. И в комнату медленно скользнули солнечные лучи, сначала слабые и нежные, потом стремительно разгораясь, как пожар, пока сквозь совершенно распахнутое окно не хлынул яркий дневной свет и не заведнелось дивно-голубое небо, пышные деревья и далекие холмы. Пламя лампадки побледнело, как светлячок в лунную ночь, и теплый вкратчивый ветерок, напоенный запахом свежей зелени, заструился по комнате. Малютка хмурила лобик, жмурясь от яркого света, впервые коснувшегося ее сетчатки, и жадно сосала грудь. А Анна Роза сидела, наклонившись, с широко раскрытыми глазами, и повторяла «Открой же окно, Кабиуна, открой, Настеж!» «Да оно открыто, дорогая, разве ты не видишь?» «Нет, оно открыто!» «Открой побольше!» «Да оно совсем открыто!» Тогда она подняла голову с тяжелыми волнами черных волос и, широко раскрытыми глазами, долго не мигая, смотрела на окно. Муж неподвижно стоял возле, не отрывая от нее взгляда. Знахарка и негритянка испуганно сжались в стороне. «Кабиуна, поди сюда!» «Пожалуйста, открой окно, милый!» «Дорогая, оно открыто!» «Посмотри же на лучи солнца, что заливают пол возле твоей кровати!» «Разве ты их не видишь?» «Разве ты не видишь солнца?» «Я ничего не вижу!» Кабиуна испуганно взглянул на знахарку, покачивавшую головой. Негритянка, подперев одной рукой голову, с жалостью смотрела на больную. «А нашу дочурку ты видишь?» «Она у меня на руках, у моей груди. Я ее чувствую, но не вижу. Кабиуна! Клянусь тебе! Богом клянусь!» Она потерла глаза и снова повернулась к окну. Потом медленно провела рукою по лицу. «Я чувствую солнце!» И вдруг вскрикнула. «Кабиуна! Ах, Кабиуна! Солнце тут! Вот оно! Я чувствую тепло его лучей, но не вижу!» И, протянув вперед руки, она в отчаянии закричала. «Матерь Божия! Владычица небесная! Я ослепла! Люди! Я потеряла зрение! Ах, дочка моя! Кабиуна! Я ослепая! Ньябемвинда! Я ничего не вижу! Я ничего не вижу! Даже дочери своей не вижу! Ах, Владычица небесная! Матерь Божия! Да что же это такое?» И, склонившись над ребенком, она тихо запричитала. «Анна Роза не видит! Анна Роза ослепла! Она ничего не видит!» И вдруг, позабыв о ребенке, рванулась с постели. Знахарка едва успела подхватить девочку, а Кабиуна и негритянка с трудом уложили Анну Розу. «Что с тобой, дорогая? Что с тобой? Я ослепла, Кабиуна! Ах, я ослепла! Твоя Анна Роза больше не видит! Она слепая!» Кабиуна тихо плакал. Слезы выступали из-под его толстых век и капали на постель. «Ах, Кабиуна, это головная боль, от которой у меня разрывалась голова! Она была началом! Это гасли мои глаза! Ах, бедная я несчастная! Что со мной будет?» Никто не находил слов утешения. И только Кабиуна через некоторое время с трудом проговорил «Господь велик, дорогая моя!» Девочка жалобно заплакала на руках у знахарки. «Плачь, плачь, дочка! Твоя мать не может тебя видеть!» И, взяв на руки девочку, она в отчаянии стала сыпать ее поцелуями, выкрикивая «Пресвятая владычица, что мне делать? Чем я провинилась, о Господи? Кабиуна кто-нибудь заворожил меня из зависти, из злобы!» Она скрипнула зубами и яростно крикнула «Кроме этой негритянки больше некому! Прогоните эту чертовку! Это она, Кабиуна, проклятая ведьма!» Негритянка, плача, подошла к постели «Ах, не я, Роза, я! Чтобы я причинила вам зло! Нет, не я, Роза! Чтобы я сделала такое! Ты, ты, прогони ее, Кабиуна!» Негритянка бросилась на колени и со слезами воскликнула «Плянусь Пресвятой Богородицей, не я, Роза! Не встать мне с этого места!» «Хорошо, хорошо!» — вмешалась знахарка «Ступай отсюда!» «Да ведь мне обидно, не я, Бемвинда! Чтобы я сделала ей такое! Да зачем? Зачем?» Кабиуна знаком приказал ей выйти А Анна-Роза беспокойно шарила руками по постели И терла себе глаза Кабиун осторожно взял с ее колен ребенка И передал знахарке Анна-Роза ничего не замечала Солнце светило ей прямо в лицо Кабиуна заботливо застегнул ей сорочку Накрыл одеялом, поправил подушки И молча целовал и целовал ее, стараясь изо всех сил не обнаружить, что он плачет Она болезненно улыбнулась, нахмурила лоб Потом вдруг, изогнувшись всем телом, начала дико кричать Все ее тело корчилось в судорогах И Кабиуна с трудом удерживала ее Наконец припадок кончился, и она впала в глубокий обморок Кабиуна весь впоту обратился к знахарке Ябимвинда, ради Господа Бога скажите мне правду Она навсегда ослепла Или это только временно от родов? Сказать по правде, — ответила знахарка, не глядя на него Я думаю, что она ослепла совсем Как-то резинья Божье испытание — А негритянка? — спросил Кабиуна в полголоса — Оставьте эту несчастную, она здесь ни при чем Зачем ей вредить, Анне Розе? Эта болезнь приходит сама по себе Она в воздухе Ведь-то резинья тоже ослепла А против нее у кого могло быть зло? Против ребенка Ведь она даже не девушка Это горе, не спосланное Богом, сын мой Вот уж ничего не поделаешь Кабиуна, закусив губы, долго стоял неподвижно В его ушах еще и еще раз Словно эхом слышался голос знахарки Она ослепла совсем Тут уж ничего не поделаешь Собаки окружили его, как будто пытаясь разделить страшное горе Овладевшее сильной душой их хозяина Фиалково синее небо постепенно темнело И уже неразличимо сливалось с хребтами холмов на горизонте Густой пеленой туман спустился в долину И окутал землю мраком Наступил вечер Три раза возил мул Анну Розу в местечко к врачу Напрасные поездки Слепота оказалась неисцелимой Обеты, домашние средства, заговоры Ничто не помогало Потухшие глаза боязливо вращались в орбитах, как пойманные птицы Рвущиеся на волю к утраченному свету С течением времени Анна Роза несколько успокоилась И прежнее отчаяние сменилось у нее покорностью и смирением Но все же по временам она впадала в скорбное уныние И, съежившись на пороге хижины, подолгу молчала И тогда из глаз ее медленно, как дождевые капли, катились горькие слезы Возле нее копались куры Дремал кот Кабиуна, чтобы не взваливать на несчастную жену Все заботы с уже ползавшей дочкой Взял ей в помощь служанку Но Анна Роза, несмотря на слепоту Постоянно занималась то тем, то другим Все помнила И за всем в хозяйстве следила, как и прежде Малютка наполняла весь дом своим веселым лепетом Прогоняя грусть и смягчая страдания ослепшей Она цеплялась за ее колени Гладила ее нежными ручками по лицу И прижималась ротиком к ее щекам Слепая улыбалась Брала ее на руки, крепко прижимала к груди и осыпала поцелуями По вечерам, когда Кабиуна возвращался с плантации Она едва успевала рассказать ему о всех проказах дочери Кабиуна радостно улыбался И, если девочка уже спала, тихонько шел к ее кроватке Откидывал полок и подолгу любовался ею Потом строго приказывал Кандиде, служанке Не спускай с нее глаз И смотри, чтобы она не подходила к мельнице, когда на ней работает Анна Роза Она ничего не видит и может ненароком ушибить ребенка И Анна Роза прибавляла сама Да-да, правда, я ведь ничего не вижу Время шло незаметно Одинокую горную усадьбу, склонившись на ухаживание проезжего извозчика, покинула Кандида И Кабиуна взял вместо нее двух негров, мужа и жену, поселившихся в хижине, выстроенной для них на берегу реки Негритянка работала в доме, а муж ее помогал Кабиуне в поле Фелисинья росла здоровой, крепкой девочкой И развивалась так быстро, что в 12 лет была уже стройной, красивой девушкой С великолепными черными глазами и густыми блестящими волосами Которые Анна Роза каждый вечер любовно расчесывала на пороге хижины Характер же Фелисиньи был живой и веселый Она охотно помогала матери в работе по дому Но иногда Анна Роза тщетно, подолгу звала ее, не получая ответа А Шалунья в это время в одиночестве бегала по лесу Лазала на манговые деревья, качалась на сучьях или расставляла селки на горлинок Такое поведение очень огорчало Анну Розу И она с тревогой в голосе жаловалась мужу В лесу много змей, а она бегает босая И когда Фелисинья возвращалась с целой кучей разнообразных плодов Вся словно насквозь прогретая солнцем Анна Роза усаживала ее возле себя и ласково выговаривала Нельзя так, Фелисинья Ты теперь уже не девочка, надо быть осторожнее Не годится тебе одной бегать по лесу и лазать по деревьям Да и к реке, пожалуйста, не ходи одна Послушайся, моя милая, что говорит тебе твоя мать, желающая тебе лишь добра Мир полон опасностей, Фелисинья, а ты так молода и беспечна Бойся, мужчин Чтобы погубить молодую девушку, они не скупятся на выдумки Они сулят небо и землю, а потом, когда уже поздно, бросают несчастную на улице без куска хлеба, да еще с ребенком Я молю Бога, чтобы он послал тебе такого мужа, как твой отец, но не все такие Фелисинья молча слушала мать, теребя бахрому шерстяной кофточки, точно охваченная грезой Ты молода Слова эти звучали в ее ушах, как заклинание Она задумчиво выходила на залитый солнцем двор Закрывала глаза, устремляла лицо навстречу теплым солнечным лучам, ласкающим ее нежную кожу И широко, словно крылья, разводила в стороны руки И ей казалось, что она летит навстречу солнцу И будто все деревья, камни, зыбкий воздух, тени, ласточки и само солнце Все таинственно шепчет ей те же слова Ты молода Анна Роза сидела на пороге шелуша-проса Как вдруг услышала испуганный крик Фелисинья Ах, отец! Она подняла голову и вопросительно повернула в ту сторону свои незрячие глаза Что такое, Фелисинья? Что с отцом? С ним что-нибудь случилось? Но Кабиуна, опираясь на негра, уже подошел к ней и бодро ответил Ничего, дорогая, солнце сегодня очень печет А у меня голова была не покрыта Это пустяки Я полежу немножко, и все пройдет Он протянул ей руку и вместе с ней вошел в хижину Фелисинья поспешно постелила отцу постель Может быть, ты выпьешь чаю, отец? Да, хорошо, только не беспокойтесь Это пустяки Сегодня солнце До того печет, что и ступить на землю невозможно Она раскалена, словно печь Тут ты весь горишь, Кабиуна Раздевайся и ложись скорее, сказала Анна-Роза Кабиуна, усталый и совершенно обессиленный, сел на постель И стал стаскивать насквозь промокшую от пота одежду Ноги у него ныли, как после долгой ходьбы В пересохшем рту был противный вкус и сильно болела голова Он с трудом лег, и Анна-Роза, присев у изголовья, с тревогой пощупала его пылающий лоб Кабиуна, у тебя сильный жар Это ничего, дорогая, успокойся Послушай, прикажи Чико идти на плантацию Он мне здесь больше не нужен, отошли его Фелисинья с опечеленным лицом принесла чашку горячего чаю Выпей, отец, пока он не остыл Кабиуна с воспаленными глазами и дрожа всем телом в ознобе стал пить маленькими глотками чай Приговаривая слабым голосом Это все от солнца Экая дьявольская Жара Медленно, принося туман и прохладу с гор, надвигалась ночь В лесу пронзительно затрещали цикады Бемтивисы запели в ветвях манговых деревьев Когда Анна Роза с вытянутыми вперед руками и неподвижно устремленными в пространство незрячими глазами вышла в большую комнату и в полголоса позвала «Фелисинья! Фелисинья! Фелисинья!» Никто не отозвался Дом казался совсем пустым и безжизненным И слепая, добравшись до порога, позвала громче «Фелисинья, девочка моя!» «Что, мама?» Отец, видимо, бредит «Пойди к нему, я не могу понять, что он говорит Я думаю, надо послать за ньябим виндой» Фелисинья побежала в спальню и нагнулась к изголовью кровати отца «Что с тобой, отец?» «Кто это?» «Это ты, Фелисинья?» «Да» «У тебя болит что-нибудь?» Он развел руки, пошевелил пальцами, словно хватая что-то И протянул к ней стиснутые кулаки «Ты видишь?» «Не бойся, милый, мне не больно» «Позови кума» Он хотел посмотреть на ручную змею С тех пор, как людей ничто не убивает, опасности нет С тех пор я сам перестал убивать И никому не позволю убивать змей «Смотри!» И он, смеясь, повернул к ней свою руку «Змейка не шевелится» Фелисинья в испуге отошла от постели отца На цыпочках подошла к матери и шепнула «Я пошлю за крестной, мама» «Да-да, пошли скорее за... не ябим винды» Сказала Анна Роза и подошла к мужу Он с жалостью посмотрел на нее, потом вздохнул и грустно проговорил «Ты не боишься, потому что не видишь» «Господь отнял свет у твоих глаз» Он задумчиво погладил ее по щеке «Ляг со мной, дорогая» Тихо проговорил он «Очень холодно, согрей меня» Анна Роза упала на колени у постели И ее лицо ощутило его палящее дыхание «У тебя лихорадка, Кабиуна, тебе не надо говорить, молчи, полежи спокойно» «Это от солнца, от солнца, ляг со мной, дорогая, а где Фелисинья? Она убежала от страха, я напугал ее» Кабиуна закрыла тяжелевшие веки и вскоре крепко заснул Слепая, съежившись, сидела в углу неподвижная и беспомощная Всей силой своего измученного сердца, цепляясь за последнюю надежду, и усердно молилась Фелисинья поправила одеяло больному И отослала негритянку, робко жавшуюся во двери, в ожидании приказаний Анна Роза тихонько поворачивала голову, следя за шагами Фелисиньи Потом опять погружалась в молитву и прежнюю неподвижность В комнату то и дело влетали светляки Москиты велись над коптящей лампой, а снаружи в лесу перекликались звери Ветер с воем проносился над деревьями Небо черное, как катафалк, было усеяно серебром и сливалось с темной землею Мигавшей бесчисленными огоньками светящихся насекомых В темноте, где-то в самой глубине ночи, глухо шумела река Ночь прошла тревожно Кабиун обеспокойно метался во сне укрытой кучей одеял и непрерывно бормотал что-то Его мучила жажда, пересохшие губы потрескались и лицо горело огнем Слепая сидела у изголовья, тяжело вздыхая и изредка прикладывая руку к колбу мужа На заре, склонившись над отцом, Фелисинья заметила, что он лежит совершенно неподвижно и как будто не дышит Сквозь полуоткрытые веки виднелись остановившиеся зрачки Щеки его запали, и он был бледен, как мертвец «Царица небесная! Отец!» — вскрикнула Фелисинья и зарыдала При этих словах Слепая вскочила в ужасе и бросилась к кровати, спотыкаясь и путаясь в лежащей на полу циновке «Что с ним, Фелисинья? Что с ним?» Но ответа не было. Фелисинья выбежала из комнаты «Фелисинья! Фелисинья, где ты?» «Это я, Анна Роза!» — сказала вошедшая негритянка «Ну, что вам угодно?» «Ах, это ты, Рита! Поскорее посмотри, что с ним? Жив ли он?» «Он жив, Анна Роза!» «Но он умрет, Рита! Это смерть!» «Не знаю, Анна Роза! У него закрыты глаза, он не двигается и не говорит!» «Это смерть! Господи, Господи!» «Кобеуна, взгляни на меня! Скажи хоть слово!» Она схватила мужа за плечи и стала трясти «Посмотри, Рита! Он смотрит на меня или нет?» «У него закрыты глаза, Анна Роза!» Негритянка принесла горячие воды и стала растирать Кобеуне ноги, стараясь согреть их Но Кобеун и лежал по-прежнему неподвижно Тихий и отрешенный от всего происходящего Негритянка, убедившись в бесплодности своих усилий, скоро ушла И мать и дочь остались одни Слепая не отходила от постели мужа Она чувствовала теплоту его лба Слабое биение его пульса И крепко обнимала его одной рукой Как бы желая удержать в нем Последний остаток жизни Уже совсем стемнело, когда посланный За знахаркой в поселок Негр Вернулся с врачом Знахарки в тот день не было в поселке Неябемвинда днем раньше Уехала к другой больной Тяжелый и удушливый воздух В хижине перехватывал дыхание Врач приказал отворить окно Чтобы хоть немножко освежить воздух Подошел к постели и взял руку кабеуны Сейчас же выпустив ее Он приказал поднести лампу поближе И исследовал его зрачки Наконец приложил к его губам зеркало Оставшееся таким же ясным Анна Роза стояла около кровати Молча ожидая приговора врача Фелисинья лампой освещала лицо отца Ужасаясь перемене, происшедшее в нем За такое короткое время Когда врач отошел от кровати Она последовала за ним в соседнюю комнату И спросила Господин доктор, эта болезнь опасна? Увы, дитя мое Мне нечего тут больше делать Он умер Умер? Но, господин доктор Ведь он же теплый Не может быть, что он умер Ради всего святого, господин доктор Посмотрите еще раз Нечего и смотреть Тут уж ничего не изменишь Фелисинья обреченно опустила голову И тихо заплакала, ломая руки Но вдруг пошатнулась И с громким стоном упала без чувств Слепая в спальне прислушивалась Стараясь уловить малейший звук в доме Услышав стон дочери Она задрожала и бросилась к двери Но негритянка схватила ее за руку Ах, Анна, Роза Он умер! Вскрикнула слепая Кабиуна умер! Пусти меня к доктору Она оттолкнула негритянку И ворвалась в комнату Где доктор в нерешительности стоял у окна Господин доктор Ради бога, скажите мне! Кричала она, не помня себя от отчаяния Успокойтесь Успокойтесь же На все воля божья Она пошатнулась Врач попытался подхватить ее Но она выскользнула из его рук И скрижища зубами стала кататься по полу Только среди ночи Очнулась Анна Роза От глубокого сна В доме царили суета И гул, как перед праздником Я, Бемвинда и несколько соседей Окружали тело покойника Лежавшее на столе Среди зажженных свечей Анна Роза с минуту сидела И спокойно Как будто позабыв обо всем Приглаживала себе волосы Но вдруг обернулась И судорожно обшарила руками постель Где он? Где Кабиуна? Ведь он же был здесь Господи! Зачем вы меня не позвали проститься с ним? Кабиуна! О, горе мне, горе! Мама, он еще здесь Ах, не отпускай его, не отпускай И она вскочила, босая и полураздетая Фелисинья удержала ее Завязала юбки и накинула шар Когда Анна Роза вошла в большую комнату Поднялся сострадательный шепот Коптя и мерцая в тон шепоту собравшихся Потрескивали свечи Наполняя комнату ароматом Ввергающим всех в уныние И раздумья об угасимости жизни Нья Бемвинда обняла ее со слезами И сказала Бедная кума Когда я приехала, было уже поздно Он больше не нуждался в моей помощи Анна Роза ощупью подошла к столу И, бросившись на окоченевшее уже тело мужа С ненасытной жадностью Осыпала его поцелуями Мужчины хотели оттащить ее Но Нья Бемвинда сказала Нет, оставьте ее Пусть она выплачется Нет ничего хуже, чем мешать людям плакать А слепая, обвив руками мертвое тело Нежным голосом, говорила Ах, Кобеуна ненаглядный Ты ушел от меня А как же я-то? Как же я? Слепая, одна-одинешенька На всем белом свете Что со мной будет? Отчего ты не взял меня с собою? Скажи же! И она с судорожными рыданиями Целовала его и умоляла Приди за мной, приди, Кобеуна Я не хочу жить Пресвятая Владычица Я не хочу больше жить Со двора донеслись стуки молотка Это сколачивали гроб И месяц тихо лил с высоты Свое бледное, грустное сияние на землю Настало безоблачное и лазурное Ноябрьское утро Звеневшее от громкого пения птиц Кладбище находилось довольно далеко И сосед Крешенсио Торопил заколачивать гроб Нябемвинда взяла слепую за руку И хотела отвезти ее в спальню Но Анна Роза, заслышав шаги Возле стола И догадавшись, что пришло время прощания Время, после которого Образ Кобеуны, видимый когда-то ею И затем сокрытый пеленой слепоты Обоняемый и ощущаемый ею Все незрячие, но счастливые годы жизни С ним уйдет, и ни рука, ни слух, ни нос Не смогут более уловить его присутствие Он уйдет навсегда Она вырвалась И как безумная бросилась назад в комнату К гробу мужа Нет, нет, люди, подождите, подождите Голос ее слабел И скоро она уже еле слышно лепетала Еще минуточку ее, только минуточку Фелисинья рыдала на взрыд Пойдемте, кума Что же делать на всю волю Божья? Уговаривала Ньябимвинда Стараясь увести Анну Розу Ах, еще минуточку, одну минуточку Я ведь ничего не вижу, люди Ах, Кобеуна, моя Кобеуна Я жду тебя, приди за мной И она, рыдая, бросилась на гроб Ее с трудом увели И вновь в доме гулко застучали молотки Потом послышались шаги, неспешные И шелестевшие, как по сухой листве Услышав жалобный вопль негритянки И плач Фелисиньи Слепая всплеснула руками И, как сраженная молнией Упала на руки знахарки Медленно Среди цветущих апельсинных деревьев Продвигался погребальный кортеж По залитому солнцем склону Все вокруг стихло Словно по мановению волшебной палочки Ни пение птиц, ни шум бурной реки Не доносились до слуха Лишь звук множества удаляющихся шагов Звучал подобный звуку отлива Уносящего в темные морские глубины Все, что удалось в воде с боем Отнять у земной тверди Бык, одиноко пасшийся на лугу Поднял голову И перестал жевать Следя за необычной процессией Словно догадавшись О смерти своего хозяина Большие печальные глаза его В которые били яркие солнечные лучи Затуманились Будто оплакивали горькую утрату И растаяли тени страшного дня И минула долгая ночь Первая, одинокая ночь Проведенная Анной Розой В хижине Кобеуны И пришел новый рассвет И как и многие прежде С того страшного дня Когда мир для нее навсегда Потерял все свои краски Момент его прихода Попытался ускользнуть от слепой И в этот раз ему это удалось Не пробудил и уже никогда Не пробудит Анну Розу Вестник на рождающегося дня Горячий поцелуй Уходящего в поле По утренней прохладе Кобеуны Надломленная И опустошенная тяжестью Не самого горя Так как она нарастала С каждым последующим днем А уже только одним осознанием Случившейся трагедии Анна Роза, посидевшая за ночь После похорон Сосунувшимся лицом Изброжденным паутинкой Преждевременных морщин Отныне напоминало Нежное растение Выросшее среди колючих алоэ Словно пропущенная Через мельничные жернова Бедная душа ее Постепенно, как бы скомкалась Перемололась, была выжата И теперь безостановочно Сочилась покидающими Сохнущее тело слезами Подобно душе и сердце Анны Розы не пылала Любовью и прежней жаждой жизни А походила На курильницу Из которой дрожащими струйками Поднимается священный дым Жизненные силы Поглощенные тоской и мыслями О потустороннем мире Ушли туда, где обрела покой Душа ее незабвенного мужа Фелисинья же, напротив, день Ото дня расцветало все краше И вот она уже цвела Всей красой своей юности Всей явственной зрелостью Своего девственного тела Созревшего для любви Для сладостной минуты Откровения в объятиях супруга Ее беспокойная душа Казалось, совсем не была затронута Горестным событием Погрузившим в печаль хижину И погубившим на полях Много посевов Так как наемник негр Не успевал обработать Обширную плантацию Осиротевшая земля Тоже казалась одетой в траур Негритянка наполняла дом Своим заунывным пением Уныло занимаясь домашними работами Слепая, скрестив руки И прислушиваясь к шуму леса Неподвижно сидела на одном месте В ожидании смерти Иногда, чтобы убить время работы Она выходила на двор Хваталась за мельницу И молола пшено Или просеивала муку Потом, словно мучимая воспоминаниями Поднимала глаза к небу И тяжко вздыхала И однообразная жизнь Едва нарушаемая свежим И звонким голосом фелисиньи Действовавшим, как дуновение Свежего ветерка Напоминала течение болотистой реки Тяжело пробирающейся вдоль берега На котором чирикает веселая пташка Анна Роза находила единственное утешение В мысли о том, что душа Кобиуны В ночные часы является в дом, чтобы побыть с ней Один раз ей показалось, что он ее поцеловал В другой она отчетливо слышала его голос И он, как прежде, назвал ее Голубкой С этим убеждением, что он не покинул ее Она чувствовала себя счастливой Хотя нередко впадала в безутешную тоску Так как приписывала эти таинственные посещения Необходимость отслужить за упокойную обедню Бедный умер ведь без покаяния Но тут же утешалась мыслью О набожности и благочестии Кобиуны Если есть рай, он, наверное, там Негритянка с ужасом отвечала Нехорошо, что вы все разговариваете с мертвой душой Лучше оставьте ее в покое А фелисинья подхватывала Правда Мама до того занята этим, что и на других Нагоняет страх и уныние Я не могу спать спокойно Когда ночью залает собака, я вся дрожу Недавно под моим окном замычал бык Я чуть не умерла от испуга Нет, так не годится Оставь отца в покое Он на небе Слепая улыбалась светлой улыбкой Страхом дочери и кротко говорила Что до меня, так ко мне он может приходить всегда Я не боюсь Я знаю, что он не сделает мне ничего плохого И растроганно прибавляла Мой бедный, мой любимый, мой несчастный кабиун С большими усилиями негру удалось наконец кое-как научиться В одиночку справиться со всеми работами Он посеял проса Очистил кофейную плантацию от сорной травы Обобрал паразитов с апельсинных деревьев Мнеок дал хороший урожай Между сухими былинками проса велись зеленые плети бобулов А у садовой ограды росли крупные тыквы Устилая землю своими широкими сочными листьями Жирная свинья с маленькими визжащими поросятами И корова с теленком паслись на склоне холма Дождь и солнце благословили землю урожаем Словно желая наградить работника за усердие И он, согнувшись над грядками, обливаясь потом, весело пел Счастливой и довольной своей судьбой Вечером он приходил в дом ужинать А потом вместе с женой и собакой Отправлялся в свою хижину на берег реки Фелисинья запирала дверь, укладывала мать И весело напевая уходила к себе в комнату, где ложилась сама Анна Роза инстинктивно и по-женски догадывалась О взволнованном кипении крови в юном теле дочери И оттого пристально и бдительно, пребывая в бесконечной тревоге Следила за каждым ее шагом Куда ты идешь, Фелисинья? Ты уже легла? Заперла ли ты дверь? Она мечтала о том, чтобы дочь ее вышла замуж за работящего человека Который бы любил и оберегал ее Как некогда ее саму любил и оберегал Кобеуна И она непрестанно охраняла свою дочь от нескромных взглядов дерзких глаз Чтобы она в своем непорочном неведении не стала жертвой первого же искушения Ведь Фелисинья была совсем не так стойка и неприступна, как она сама Выросшая среди приволья полей Привыкшая ходить одна и днем и ночью по деревне и по улицам Хорошо знавшая мужчины, все грозившие от них опасности Нет, Фелисинья уродилась совсем иной Она выросла вдали от суетной порочности жизни в уединенной хижине И только изредка бывала в поселке раньше с отцом А теперь с крестной матерью, которая брала ее с собой к обедне Или отправляясь в лавку за покупками Когда она возвращалась, слепая со страхом, выслушивала ее простодушные рассказы о том, что она видела и слышала А Ньябемвинда нередко бессознательно разжигала в девушке тщеславие, говоря «А лавочник-то влюбился в нее по уши! Всю дорогу только и слышно было, что за красавица, какие волосы!» А старики прибавляли «вылитая мать, когда та еще в девицах ходила!» Анна Роза внутренне содрогалась при этих словах И ее опасения возрастали вместе с восхищением, которое возбуждала ее дочь Однажды вечером на пороге хижины, расчесывая фелисиньи волосы, она сказала «Фелисинья, мы с тобой две одинокие женщины Мы с тобой одни-одинешеньки на всем белом свете Ты все, что у меня осталось Ты смысл всей моей жизни Нить, которая приметала мою тень к этой земле Когда я буду знать, что ты счастлива вышла замуж, я спокойно умру А ты должна выбрать себе подходящего и честного мужа И потому нужно, чтобы ты знала жизнь Падшая женщина никому не нужна, дитя мое Если бы все девушки знали, как вредно путаться с мужчинами Примелькавшаяся вещь теряет всякую цену А что касается чести Так довольно, чтобы о девушке только заговорили, и она пропала Посмотри на Мариазинью Пусть она послужит тебе примером Она была легкомысленна и погибла, потому что ночью ее видели на дороге с молодым парнем Нынче, что бы она ни говорила, ей никто не верит Она погибшая девушка, и никто не хочет ее знать, даже ее родные Так уж устроен этот мир, моя милая Мужчина может делать все Женщина же ничего А тем более девушка При малейшей неосторожности они и начинают судачить Фелисинья надулась Ну я-то тут при чем? Что я делаю не так, мама? Да сюда в эти леса и не приходит никто Единственный мужчина здесь, Чико Ты, мама, целыми днями накручиваешь себя, думая обо мне, а потом отчитываешь меня Я прекрасно знаю, как я должна себя вести и что делаю Кроме того, кому это вздумается, забираться в такую берлогу лишь для того, чтобы соблазнять меня? Я ведь не принцесса Какие странные все же мысли приходят тебе в голову Я говорю это не для того, чтобы тебя обидеть, Фелисинья Я лишь призываю тебя, будь благоразумна и осмотрительна Однако мне обидно тебя слышать, мама Я не могу упрекнуть себя ни в чем таком, что делала Мария Зинья Молчи, молчи, не смей так говорить Нет, мама, это правда Разве я виновата, что другие считают меня красивой? Не могу же я заткнуть всем рты? Ну да, да Но ведь ты же сама говоришь, что я совсем посидела Я и в этом виновата, по-твоему? Это уж слишком, мама Это от забот По ночам я не сплю и все думаю о тебе Одному Богу известно, сколько слез я пролила из-за тебя Если бы он был жив, у меня была бы уверенность, что он найдет тебе хорошего мужа А теперь... Мама, я вовсе не думаю о замужестве Мне хорошо и так Ну да Но я говорю об этом лишь для твоего же блага Моя жизнь кончена Мне довольна угла куска хлеба до какого-нибудь трепья, чтобы прикрыть свою наготу А ты молода, красива, жизнерадостна Словом, ну да А как только мне вздумаются немножко развлечься, одеться понаряднее, ты первая же недовольна Можно подумать, что тебе хочется, чтобы я ходила как негритянка в одной только полосатой юбке И она сердито встала и ушла в свою комнату, с силой захлопнув дверь Слепая, чтобы не раздражать ее, не заводила больше таких разговоров Но когда не слышала ее шагов, постоянно придумывала какой-нибудь предлог, чтобы позвать ее Она изумлялась отвращению к замужеству, проявленному Фелисине И, пересиливая себя, позволяла ей чаще ездить в поселок, покупать наряды И притворно говорила Хорошо, если ты немножко развлечешься, ты молода И она крестила ее на прощание Желала хорошенько повеселиться и давала денег Но, едва очутившись одна, забивалась в угол с трубкой в зубах Закрывала лицо руками и всю ночь напролет думала о дочери, уехавшей к крестной Ей представлялись всевозможные опасности, подстерегающие соблазны Наглые похотливые взгляды, брошенные вольные замечания Вроде тех, какие в свое время приходилось слышать самой И бессонная ночь, казалось, тянулась без конца Уже кричали петухи, и на расистых полях мучал выпущенный скот А Анна Роза все еще думала об опасностях, подстерегающих ее дочь Она вставала и звала негритянку И когда старуха входила в ее комнату, жаловалась Ах, я не могу и одной ночи провести без нее Я ни на минуту не сомкнула глаз Когда же Фелисинья возвращалась, весело передавала поклоны знакомых И рассказывала о том, как она веселилась Слепая внимательно слушала, ища в словах девушки тайного смысла Какого-нибудь затаенного слова, которое открыло бы ей истину Но Фелисинья говорила только о девушках, с которыми виделась в церкви или у крестной Или о старом шутнике Зебраце, насильно потащившем ее танцевать польку И называвшем ее своей невестой На всякий раз вернувшись из поселка Фелисинья на несколько дней становилась угрюмой и задумчива Молча шила или пела задушевные песни Ты как будто грустна, Фелисинья Грустна? Нет, мама, отчего? Прошло три долгих месяца с ливнями и почти без солнца Со свинцово-серыми днями и бурными и морозными ночами Потом в одно утро неожиданно проглянуло солнце Осушило превратившееся в сплошное болото дороги Снова зазеленела пышная листва Новые поколения птиц, чирикой, запорхали в молодых побегах И вздувшаяся от горных ручьев река Мчала на своих волнах вековые стволы Сломанные бурями в далеких девственных лесах Анна Роза радовалась возвращению весны Теперь можно хоть немножко посидеть на воле на солнышке Фелисинья же, наоборот, не проявляла никакой радости Равнодушно смотрела на блеск мартовского солнца Вздыхала и лениво потягивалась, зевая от скуки Она редко выходила из дому И негритянка очень удивилась, увидев однажды, что она Качается на старом манговом дереве, сплетенном из лианга Маке Иногда Фелисинья была так раздражительна, что малейшее Слово выводило ее из себя За столом она часто брезгливо морщась, отталкивала Тарелку и уходила во двор сердито-ворча «Желудок у меня не железный, эту стряпню не станут есть И свиньи!» Рита испуганно смотрела ей во след и, молча, пускала Голову Анна Роза молча продолжала подносить ко рту ложку, боясь Вымолвить слово, чтобы не раздражать дочь еще больше А оставшись с негритянкой наедине, просила «Не сердись, Рита, потерпи, хоть ради меня, ей бедненькой Скучно в одиночестве» Случалось, что Фелисинья подолгу сидела во дворе В тени мангового дерева, опершись локтями на колени И неподвижно глядя в пространство А однажды вечером она до того погрузилась в свои Мысли, что не слышала шагов негритянки и не успела Вытереть слез, ручьями катившихся по ее щекам «Что с вами, не я, Фелисинья?» «Ничего» Однажды утром, придя в обычный час в господский Дом, негритянка застала Фелисинью за разведением Огня в печи «Что это? Вы сами развели огонь? Разве что-нибудь случилось? Ничего не случилось А только обед теперь я буду готовить сама По крайней мере, хоть кастрюли будут накрыты» Негритянка застыла у двери И, скрестив на груди руки, спокойно ответила «Очень хорошо, не я, Фелисинья Но если готовить будете вы, то значит, я могу быть свободна» «Что такое? Ты хочешь уйти, Рита?» Вмешалась слепая «Я, Фелисинья, моя стряпня не по вкусу» «Она целый день выговаривает мне и говорит, что я свинья Потому что я, видите ли, не накрываю кастрюль и плохо мою посуду» «Что же мне прикажете дальше здесь делать?» «Теперь готовить будет она сама, и я вам не нужна» «Я пойду на плантацию работать с Чико» «Буду готовить в поле нам на двоих» «А когда я вам понадоблюсь, не я, Роза, вы меня позовите, я приду» «Я не хочу никого сердить» «Я сама стара, и, наверное, вкус у меня притупился» «Зачем же нам все время ссориться» «Но, Фелисинья, на тебя больше не сердится, Рита, перестань же обижаться» Негритянка ждала слов примирения Но Фелисинья, все еще сидевшая у печки, отозвалась «Я же сказала, мама, я буду готовить сама» «Ведь это не мудреная штука, мне все равно, нечего делать» «Развести огонь да сварить кусок мяса я сумею» «Пусть Рита идет к Чико, в поле от нее будет больше толку» «Хорошо, раз я больше не нужна, не я, Фелисинья, я и уйду» «Простите мне, если я...» «Я не сержусь» «Но ведь ты не уйдешь с тантации, Рита» «Нет, зачем же, не я, Роза, ведь вы меня не прогоняете» «Неужто из-за того, что не я, Фелисиньи, не нравится моя стрепня, я вас брошу» «Нет, сеньора» И она ласково улыбнулась «Да благословит вас Господь, не я, Роза» «Прощай, Рита, смотри же, не забывай о нас, приходи» «Да, сеньор, я буду приходить каждый день» «Дай вам Бог всего хорошего» Когда замолкли легкие шаги негритянки, Анна Роза с упреком обратилась к дочери «Ах, Фелисинья, Фелисинья» «Что такое, мама?» «Ты опять со своими упреками» «Если ты хочешь держать ее, держи» «Но я все равно буду себе готовить сама» «Я не могу есть помои, которыми она нас кормит» «Ты ничего не видишь, и тебе все равно» «Ну, да, да, но...» «Рита всегда была так ласкова и услужлива» «И она старая» «Я тут ни при чем» «Неужели от того, что она стара, я должна есть всякую гадость» «Она не может даже хорошенько вымыть посуду» «Фелисинья опять принялась за шитье» «И целые дни проводила в своей комнате, лишь и изредка вставая, чтобы посмотреть кастрюли или подбросить дрова в печь» «Она сделалась молчаливой и, охваченная непобедимой ленью, едва отвечала на вопросы матери» «Когда негритянка приходила по утрам с зеленью, а по вечерам с дровами» «Фелисинья, не показываясь, ей кричала из спальни, чтобы она оставила принесенное на столе или на дворе» «И очень редко выходила сама принять продукты или отдать какое-нибудь приказание» Анну Розу гробовое молчание хижины погружало в глубокую печаль и уныние Она сиротливо сидела, проводя день за днем в углу Или же изредка выбиралась на крыльцо погреться на солнце и непрестанно подтягивала свою трубку Дочь упорно избегала Анну Розу Когда мать звала Фелисинью, предлагая расчесать ей волосы, отвечала «Ах, мама, мне некогда, мама, потом...» «Фелисинья, ты как будто избегаешь меня» «Неужто у меня не может быть дела, мама? Надо же кому-то убрать дом? Подожди немножко» «Ты уж слишком старательна» «Ну что же, разве это плохо? Зато у нас чисто» Так тихо и уныло в безнадежном однообразии тянулись дни Наступило лето Всюду земля красовалась пышным убранством, вознаграждая своим изобилием, ароматом цветов и золотыми плодами страстное солнце за его жгучи поцелуи Сидя на постели, Анна Роза читала вечернюю молитву Как вдруг ей послышались глухие стоны в соседней комнате, где спала Фелисинья Она перестала молиться и, затаив дыхание, прислушалась За печкой скрипел сверчок, ветер, проникая в отдушины, шелестел занавесками и листками бумаги На крыше потрескивала нагретая задень солома И лес сонно гудел от шелестящего листвой прикосновения ночного ветерка Успокоившись, Анна Роза прилегла и, скрестив на груди, руки продолжала напряженно прислушиваться И вдруг она услышала треск, за которым последовал подавленный стон Трясясь от страха, она спустила ноги с кровати и крикнула «Фелисинья, что ты, мама?» — отозвалась девушка «Это ты так стонала?» «Да, мама» «Что с тобой?» «Ничего, резь в животе» «Отчего же ты не выпьешь чаю? Я уже выпила» «Тогда укройся хорошенько и постарайся заснуть» Слепая некоторое время сидела на краю постели, опустив босые ноги на холодный пол Постель Фелисиньи опять затрещала и опять послышались стоны «Так больно, милая» «Да, мама, только не спрашивай меня» — ответила Фелисинья с давленным голосом «Я приду к тебе, хочешь?» «Нет, зачем? Разве ты можешь мне помочь?» «Дать тебе одеяло» «Нет, не говори со мной, мама» И постель опять сильно затрещала, сильнее прежнего Издалека по временам доносился собачий лай А свист пролетавшей птицы заставлял слепую вздрагивать от ужаса Она снова обратилась к молитве за здравие дочери Как вдруг тишину пронзил протяжный стон, оборвавшийся сиплым смехом Анна Роза вскочила с постели и ощупью по стене стала пробираться к двери Уже на пороге ее застег пронзительный крик Фелисиньи, заставив застыть на месте «Фелисинья! Ах, матерь причистая, помоги мне! Фелисинья!» От страха она не могла сообразить, что происходит И растерянно кинулась назад к печке, где попала ногами на еще не остывшие камни «Фелисинья, боже мой!» Вытянув руки неверными шагами, она добралась, наконец, до двери и толкнула ее Но дверь не поддалась, она была заперта Изнутри неслись стоны, вопли и отчаянные крики «Боже мой, я умираю, я больше не могу!» Постель трещала все сильнее «Фелисинья! Мама, боже мой, мама!» И вдруг раздался тоненький, протяжный, пронзительный и резкий крик Слепая в диком отчаянии колотила в дверь Налегала на нее плечами, руками, боками Наконец, одна доска поддалась и с грохотом упала на пол Кое-как протиснувшись в образовавшуюся щель Слепая, совершенно бессилев, тихо сказала «Фелисинья, дитя мое, что с тобой?» Девушка извивалась на постели, скрипя зубами и всхлипывая Слепая подошла к постели Увидев мать при слабом свете ломпадки «Фелисинья оттолкнула ее» Но Анна Роза упорно желала облегчить страдания своей дочери Она провела трясущейся рукой по животу девушки И, почувствовав ногое, влажное, потное и судорожно сжимавшееся тело Вдруг, что-то пробормотав, быстро отдернуло руку Потом снова робко начала ощупывать дочь И вдруг пронзительно вскрикнула «Господи Иисусе Христе!» Она ощущала стройные упругие ноги Они были холодны и подергивались, словно в судорогах Спустившись руками ниже, она попала в теплую лужу А в ней нащупало что-то слабо двигавшееся, холодное, липкое и влажное «Господи, Господи!» — шептала она, схватившись обеими руками за голову И, упав на колени, и вся, съежившись от ужаса, повторяла беззвучно «Господи, Господи, Господи!» Потом Анна Роза встала, опять нащупала тело стонавшей дочери И почувствовала теплую струю, омочившую ее неуверенно шарившую руку «Владычица небесная, ты родила Фелисинья!» «Боже мой, как же это случилось?» «Мама, мама!» — стонала девушка «Ах! Как это случилось, Фелисинья?» «Ах, силы небесные! Она пропала! Ей ты предчувствовала, о, Господи!» Она бросилась на постель и, схватив Фелисинью за плечи, кричала ей прямо в ухо «Где это было? Здесь? Здесь? Здесь в доме?» «Нет! Но кто? Кто? Пресвятая дева!» «Я не могу, мама, я умираю!» — стонала девушка И кровь потоком заливала постель Потом раздался слабый плач «Господи, она умирает! Моя дочь умирает!» Слепая поспешно кинулась от кровати Разыскала дверь Опять протиснулась сквозь щель в большую комнату В одной рубашке, натыкаясь на мебель Она металась, пока не нашла стену И шаря по ней руками добралась, наконец, до наружной двери И отворила ее Холодный ветер ворвался в комнату Анна Роза широко раскрыла рот И пронзительно крикнула в мертвую тишину «Помогите!» Лес гудел от ветра И крики слепой терялись В бесконечности спящих полей «Рита! Чико! Люди! Помогите!» И наугад она бросилась вперед почти голая Не чувствуя ни холода, ни острых камней и колючек Вся во власти одного желания Добиться помощи Она бежала, спотыкаясь, падала Высокая трава била ее по ногам Влажная рубашка прилипла к телу И она тряслась от холода Со всех сторон она натыкалась на лес Густую траву и ветки, бившие ее по лицу и плечам Кое-как, наконец, она выбралась на свободное пространство И побежала вниз по косогору Крича изо всех сил «Рита! Рита! Помогите!» Но всюду царил нерушимый покой спящей земли Анна Роза шла вперед то медленно, то бегом Пока не почувствовала под ногами тропинки И побежала, как безумная Все ближе слышался какой-то странный звук Похожий на шум водопада И Анна Роза узнала, наконец, могучий голос реки Она остановилась «Рита! Боже мой, куда я попала?» Она вспомнила, что на берегу находится хижина негров И стала громко звать их Но шум воды, несшийся по камням, заглушал ее охрипший голос Она повернула назад, но шла все вдоль реки Пока окончательно обессиленная не упала на берег В ветвях уже начинали чирикать ранние пташки Издалека донесся протяжный крик «Эй-эй-эй! Рита! Чико! Помогите!» И она поплелась по берегу в направлении крика «Нья Роза! Что случилось?» — крикнули сверху «Чико! Рита! Ради Бога! Ах, моя дочь!» Долго сдерживаемые слезы хлынули потоком из ее незрячих глаз И она сквозь сердание говорила «Моя дочь Фелисинья! У нее ребенок! А я ничего не знала! Она истекает кровью! Я потеряла голову и побежала за помощью! Ах, боже мой!» Негры жалостливо качали головами Рита взяла слепую за руку «Пойдемте, не я Роза, Бог всемогущий!» «Нет, Рита, беги ты вперед! Спеши, если хоть сколько-нибудь любишь меня! Я приду с Чико! Беги же!» Негр, увидев, что слепая стоит совершенно голая Так как рубашка ее вся разорвалась Накинул на нее свой плащ «Наденьте это, не я Роза, а то холодно!» «Ах, Чико, мне все равно!» «Я побежала, как была! Скорее, Чико, скорее!» «Как ты думаешь, кто это? Ты не знаешь?» «Нет, не я Роза!» «Вы должны были сказать мне, что она беременна! Я ведь не вижу!» «Я тоже ничего не видел, не я Роза!» «Ньянья никогда не показывалась!» «Говорила только из комнаты» «Кто приезжал сюда, Чико?» «Только не я Бемвинда!» «Да иногда сеньор Мануэль из ранчо покупать просо!» «Только он и может быть!» «Это он, Чико! Он!» Они вошли во двор И негр сказал, чтобы ободрить ее «Мы пришли, не я Роза! Мы дома!» «Ах, пресвятая Мария! Войди ты, Чико, я боюсь!» «Тут Рита, не я Роза!» Слепая бросилась к негритянке «Что, моя дочь Рита, говори же!» Ответа не было Тогда слепая, подняв руки к небу С диким отчаянием, крикнула «Умерла!» И кинулась к хишле «Моя дочь! Господи, я хочу видеть мою дочь!» Негритянка ввела ее в комнату, поддерживая подруги «Здесь не я Роза! Вот сюда!» Слепая упала на колени, впилась руками в кровать И первые безумные поцелуи ее осыпали Простыни, подушки, холодные плечи Фелисини И только потом губы ее коснулись ледяного лица И прильнули к нему «Дочь моя!» С мучительным стоном сорвалось с ее губ «Дочь моя, Фелисини!» Ах, Боже мой, она похолодела Она умерла одна Она умерла одна, несчастная Она ощупывала рукой бездыханное тело И целовала его, как безумно Вдруг резкий жалобный писк прорезал тишину Слепая быстро выпрямилась И широко раскрыла глаза «А ребенок, он жив?» «Жив, не я Роза» «Мальчик, дай его сюда» «Дай его сюда» Но искаженное лицо Анны Розы испугало негритянку «Он ведь не виноват, не я Роза» «Я буду ходить за ним, сиротинкой» «Я знаю, дай его сюда, скорее» Негритянка боязливо положила ребенка на руки слепой Но не отходила от нее Готовая отнять малютку при первом взрыве ее гнева А Анна Роза подняла ребенка к лицу И целовала его, обливая слезы «Роза, внучек, мой внучек, зачем твоя мать ничего мне не сказала?» «Я бы простила ее, и ты не остался бы сиротой несчастненький» «А глаза мои, глаза, лучше бы она мне сказала» «Несчастный сиротка, что с тобой будет без матери?» Занялось утро Сквозь отворенную дверь в комнату проникло солнце И озарила залитую кровью и смятую постель Свидетельницу жестокой борьбы Разыгравшейся между смертью И этим остывшим неподвижным телом Распростертым в собственной крови, как жертвой любви Рядом, словно молодой побег возле мертвого ствола Шевелился младенец Светлыми глазками, смотря на солнце Которое благословляло и согревало его Освещая для жизни А за окном, в дивном сиянии Среди золотой от солнца листвы Оглушительно заливались цикады Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья» Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части Без согласия правообладателя Является незаконным И влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность В соответствии с законодательством Российской Федерации Все права защищены Субтитры создавал DimaTorzok